Сейчас стадион Енисей вмещает 10 тысяч зрителей. Новое спортивное сооружение, которое появится вот на этом месте, будет рассчитано на 5 тысяч человек, но при этом стадион станет крытым. Это, по сути, революционное решение для спортсменов и любителей хоккея с мячом. Ведь до сих пор хоккеисты играли, а болельщики смотрели на матчи под открытым небом и в любую погоду, в том числе и в трескучие морозы. Крыша позволит создать комфортные условия. Вот первый предварительный эскиз стадиона, созданный дирекцией универсиады. Впрочем, сейчас никто не может сказать, каким действительно получится новое спортсооружение, пока объявлен только конкурс на разработку проекта. Только специалисты после обследования существующего здания смогут определить, сносить его полностью или частично оставить. Сейчас по техзаданию определено, что стадион будет вмещать 5 тысяч человек, в нем будет 10 раздевалок, 2 спортзала и конференц-зал. По подсчетам директора из дюшора Енисея Валерия Кузовова, за последние три сезона на игры приходили в среднем около 4,5 тысяч человек. 5 тысяч – это, наверное, оптимально. Но надо еще понимать, что, кроме того, чтобы построить стадион, его же еще и содержать надо. 10 тысяч не содержать, значит, тяжелее для бюджета, и его заполнять очень сложно будет. Одно из принципиальных условий для разработчиков – необходимость сохранить мозаику на фасадах стадиона. Эти произведения создали красноярские художники Александр Лобко и Валентина Жекалова в конце 80-х годов прошлого века и сейчас являются художественной ценностью. Во время универсиады в 2019 году на обновленном стадионе Енисей состоится как мужской турнир по хоккею с мячом, так и женский. Сейчас ведутся переговоры по этому поводу. Ожидается, что в наш город приедут 6 мужских и минимум 4 женских сборных. Но главная реконструкция позволит после проведения всемирных студенческих игр использовать стадион как спортивный и социальный центр правобережья. Все объекты универсиады будут многофункциональными, что у них могут проходить не только спортивные мероприятия, но и какие-то социальные мероприятия, культурные мероприятия, массовые мероприятия. Поэтому этот объект, как во всем мире, спортивный объект является центром социальной активности, социальной жизни. Ну а с нашим климатом, когда он еще и крытый, это, соответственно, удлиняет его период, его использование, увеличивает эффективность, количество посетителей, всех событий, которые будут там происходить. Заявки на участие в конкурсе на разработку проекта принимаются до 25 января. В целом на реконструкцию стадиона Енисей планируется потратить около 2,5 миллиардов рублей. Как только будет утвержден проект, начнутся строительные работы, скорее всего, уже в этом году. Андрей Стардым, Всеволод Никитин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok